Ну а сложность теоретических воззрений в школе Бесенкове Для терминогибридизации наличия не удалось Поняли? Представляете что? И теперь вот это самое страшное Термин витативный гибрид практически не используется Это то же самое, что вот сейчас Как выпускали запорожцы и жигули Так и сейчас выпускают Вот это так, да Хотя весь мир ездит на Лексусах На Мерседесах Вот А теперь очень важный момент в моей жизни Время от времени вспоминаю Как-то вас заинтриговался, вспомните как Дело в чем Светлана Телегина одна из самых умных лейзеров Какие мне попадали в жизни Это Тринадцатый год Потом как-то связь постепенно прекратилась Надеюсь, живо-здорово Может даже смотрят вебинары Может не все Может весочка от него получил Смотрите Дело в том, что Я вынужден к этому возвращаться Ну как? Вы понимаете? Я несколько раз про Кукарех Рассвет не наступил Дальше Ну я свое дело сделал Пусть теперь еще лет сто А потом вспомнил Как вспомнил я Ламарко Ламарко и сейчас никто не вспомнил Один я вспомнил Это середина 19 века А не 21 Вот Почему? Я еще раз Но для этого мне нужно знать Что у меня есть Люди, которые меня поддерживают Смотрите Важно-важно Потом еще будет несколько Практических совет Здравствуйте Валерий Константинович Даже дух захватывает Причтение ваших мыслей Я там об этом не стал описать Наверное не пойму Понимаете где, да? Ну и вспомните Эту самую Мою переписку Злые письма Ваша цитата Главный Непознанный Нами пока фактор Это когда В невыносимых Для жизни условиях Гены, кирпичики Складывают Отличный От прежнего Организм И не путем Перебора вариантов В скобках это Дарвин, да? Вот И не путем Перебора вариантов А цель направлена И жизнестойким Потомством Вот Продолжаю Это моя цитата Выявить этот механизм Тогда научимся Не только Хвосты выращивать У самих себя Шутка Но и потеря на руки Ноги С ее задачи Вот И вот она пишет дальше Вот Кавычки закрылись Она пишет Вот бы доказать Эту целенаправленность Вот Я доказал Это самое Практически А обосновать Очень сложно Когда-то Сам великий Чарльз Дарвин Оказывается Яристоронний Плюс Все Все Которые Вот Но Смотрим дальше Мне Это очень важно Мне кажется Это она пишет Что Ведь равноценно Это ведь равноценно Доказать Существование Бога Или Сверхразумности Породы Это по сути Одно и то же Ведь Кто-то Задал Эту сверх Адаптивную Целенаправленность С огромным уважением Светлана Теренина Мой любимый пример Ребята Гусеницы Так Если бы гусеница Отращила крылья Они должны были быть Снаружи Согласны? Почему? Ну например Ей надо убегать Махнула Каким-то Подобием крылышком Одну съели А одна убежала У нее крылья стали чуть больше Или случайно выросли Такие отросточки Отросточки Называется Это просто Ну Просто Случайно Генетический сбой А он раз Пригодились И тогда Появилось новое направление Гусеница с крыльями Но здесь так Крылья появились Внимание Внутри Вся бабочка Из безобразной гусеницы Вот Вот этот метаморфоз Который Извините На Дарвине Ставят крест Вставлять Самый настоящий крест Ставят на Дарвине Вот Потом Дарвин Да Если она будет На зеленом Не зеленая А Количественная Черная Красная Ее сажу Сразу Там уже Дарвин Если Это гусеница Если бабочка Ее дитя Ее дочка Или Она сама Став бабочкой Значит Будет Сидеть на Дереве На Столе Если он будет Сильно отличаться Ее раскраска Тогда что Тоже сожжет Но Это уже Дарвин То есть Дальше идет Выживание Уже К вида Приспособления Но На этапе Когда Внутри Безобразные Гусеницы Вы разрежьте В таком виде И ничего не поймете И вдруг Целестремленная Работа Вот как Помните Я выше писал Целенаправленность Да Видите Вот Вот это уже Миллиарды клеток Одновременно Изменили Свои качества Вот тут Можно должны Поклониться Богу А дальше Я пишу Рожденный Ползает Это современная Наука Видит Это И ничего Никаких Выгодов Не делает Нам нужно Чтобы в школах Чтобы вот так Не бомбили Города То что происходит Сегодня Вчера Вот Льется кровь Убивается И убивает Детей Но если бы В школе Это Уже Это Уже Как Просто Говорили Да Вы понимаете Бога Мы не видели Но это Чудо Происходит Оно Не должно Быть Значит Все таки Давайте Будем Это Самое Рассматривать Веру Бога Как что-то Реальное Вот А там Где вера Бога Там И вера В это Расплату За свои Дела Вот Может быть Кто-то Не стал бы Бомбить Города Вот это Очень важный Момент Вот она Вопиет 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 Где на инженере Представляете Что делается Невозможно Вот так вот Бабочка Чтобы Зывая Постепенно Менялась 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 Убивать Вот Какие Истерики Были Когда Где-то Что-то В школе Ребенок Стали Скин У нас Помнить Вот А начиналась Вот эта Тема Вот с этого Я когда На прошлом Вебинаре В самом конце Просто Пролистнул Доли секунды Видели А заметили А вот Ребята Это не простые Наши команды Наш кружок Вы заметили И решили Что это Настоящие Яблоки Только Вымороженная Муслить До прозрачности Вот А теперь Я Смотрите В глаза Кто прислал Я хочу знать Происхождение Я не знаю И сейчас Если это Вымороженная Муслить Яблока Так что В нем Ничего не осталось Даже зернышек Мне это Непонятно Мне бы хотелось Верить Что это фантом Что такое фантом Я ниже покажу Что это Просто Невидимое Биополе Которое Взяло И Заполнилось Конденсатом Потому что Это Биополе Оно Структурировано Под яблоко Структурировано Специально Вот А мы к этому Не привыкли Так И когда я говорю Единственные те Кто меня поддерживал Из науки Я как вспомнил Казанский университет Я уже фамилию забыл Годы прошли Вот до этого момента Дружи А это не случайно Нет Это совпадение Умоляю Ребята Пожалуйста Кто Скажите правду А может быть Мы оторвали Может занести В тепло Может Если вы положили В тепло На тарелочку И оно расставило Без следа Значит Это фантом А если там Внутри Может все-таки Что-то есть Какие-то Кусочечки Там От этого Тогда Это просто Феномен Природы Как говорится Мало ли Чего Бывает Природ Но тогда Чтобы Раскрыть Эту тему До конца Видите Зимой Вы видите Листья Настоящие Листья Совпадения Исключены Согласны Смотрите В глаза Это лист или не лист Господа Ученые Вы будете Когда-нибудь Заниматься Серьезно Не зря Мы Светланы Терегиной Вспомнили Про это Что Можно будет Руки Отращивать И ноги Инвалидом Нам надо Тысячи Сотни Тысяч Таких Снимков Нам надо Добиться Полного Сходства Полного Когда Вероятность Совпадения Как тут Ученый Сказал Это Совпадение Я сказал Что это Бабочки Про образ Это Совпадение Обидно Было Такой Сомерить Чудеса Разве Это Не это Нерастение Опять Совпадение И тогда Я Дело в том Что перед вами Открытие Мирового Уровня Оно Настолько Полезно Потому что Она как раз Если И атеизм Не Убирает Давай Вот этот Еще вариант Она хотя бы Этот атеизм Ставит Из-за Разряда Истин Последней Станции Просто Разряд Гипотез Пожалуйста Я не верю Бога И пошел Это самое Бомбить города С этими С детьми Детские сады Понимаете Такое Останется Но все-таки Многие скажут Господи По другому Силовые каркасы Или биополя Их порождение Материальное детища Живые организмы То есть Поняли Все-таки В начале Матрицы Силовые каркасы Вот Вот они Они заполнены Конденсатором В данный момент Они живой плотью В определенных условиях Что происходит Внимание Теория Жилы Золотенкова О происхождении Жизни Это не шутки Я замахнулся Потому что Это Оформлял я Вот это Как сказать Мы собрали Эти самые Такое Доказательное В виде Что пощупать можно А потом Я это превратил К теорию По силовым Каркасам Лекалам Сертежам Целенаправленно Устраивались Представить друг к другу Молекулы Супового Первобытного Набора Вот И оживали Поняли Вот Имея Каркасы Имея Лекалы Сертежи Вот Я написал Статью И в ней Призвал ученых Найти закономерности Между реальными Организациями И структурами Биополя Всего-то надо Изучить Тысячи таких Вот И номинироваться Нобельскую премию Нобельскую премию Вручат Потому что Это Настолько Очевидно Оно Слишком просто Что Умные люди Не могут Такие Которые считают Себя умными Созванивая Они не могут Это осознать Понимаете Потому что Их мышление За пределами Это Это нужно просто Взять Однажды Сказать Господи Да вот Китайцы Или американцы Премию Получат Потом Докажи Что я был Первым Или Латинков Вот А что Разве Произвести Путем Случайного Слепания Молекул Это Разумное Объяснение Но хватило Ж ума Биополя Земли Существует Я сейчас Подвожу Важным Практическим Выводом Чтобы вы Не заскучали Сейчас Закончим Раны Земли Гопозе Существует И влияет На наши Жизни И смерти Еще На животных Растения Насекомых Горьбов И так далее Вот Единственный Ученый Который Умеет Владеть Рамками Наконец Аспиранко Савельевич Ильяна Александровна Видите Перед ним Я ее Специально Направил В лес Так Здесь Есть живая Рана Это Называется Противопожарная Шпажка Я говорю Видишь Вот Мертвый Кус Вот Давай Теперь Рамками Наведи Скажи Почему Мертвый Идут Годы Десятилетия Это Геопатогенную Зону У меня В саду Я здесь Учу Владеть Рамками Вот И что Я написал Если бы Я уже Дважды С вами Беседовал На эту Тему Я вынужден Время Турин Направить А вдруг Именно Вот Этот Фильм Кто-то Увидит Не Война Само Скоро Закончится А Жизнь Продолжается А что Можно было бы Избавить От страданий И смерти Миллионы Взрослых И детей Обследование Спальных И рабочих Мест У заболевших Биолокатовщиками Это первый этап Это так просто Человек заболел Особенно Если у него Тяжелая болезнь А у ребенка Тем более И даже дети Болеть Онкологией Не должны Для этого Нужна особая причина Например По Сонным Геопатогенной Зоне Никто Об этом Никто Даже Ухом Не поведет Обследование Шассейных Дорог Тоже Первый этап Почему Потому что Там тоже Миллионы Аварий При положительных Выводах Повсеместное Обследование Профилактическое Второй этап Если Удалось Закономерность Установить Связь между Болезнями Авариями И Нахождение ГПЗ Есть Значит После этого Уже Повсеместное То есть Все дороги По всей стране Нас Этих Белокаточек В скобках Городских Много Вот Специальные Курсы У кого Большое Биополе Оно Автоматически Там Учиться Час Можем Научиться Хранить Это Самое И чтобы Не зависеть От Чтобы рамки Не зависели От ваших Мыслей Час Два Ну день Создание Тонких Приборов Все Такие Рамки Не у каждого Рука Будут работать Я много Разгадал Но Так Сейчас Ребята Мы с вами Переходим На другую Тему Но она Тоже Непроста Мне бы Хотелось Чтобы Богоискательство Стало Рассказать Не Даром Не даром И не Так сказать Принадлежностью Городских Самошедших Вроде Меня Смотрите Однажды Я Нашел Показал Вот эту Схему Схема Великолепная Удобная Я Дескать Схем Я Рассказывал Что Здесь Может быть До воды Два метра И погибли Дерево Отойдите На пять метров А там Уже Десять метров До воды То есть Вы не знаете Что под водой Творится Понимаете Поэтому Надо Что-то уметь Раз Но Даже Не поэтому Я просто Использовал Эту схему Чтобы Перевести Разговор Схема Редактор субтитров